Всем привет! Я вам уже говорила, что у меня очень много новинок накопилось, и я решила это показать вам в таком формате. То есть меня в кадре не будет, я буду вам показывать только продукты и немножечко о них буду рассказывать. И, наверное, в первую очередь скажу о том, что я уже сняла сводчий помад Lime Crime, и, естественно, негативных отзывов о них вы не услышите, потому что это мои самые любимые матовые помады. Ну, а подробнее я о них, соответственно, расскажу в следующем видео. Было два мероприятия NYX, на которых я была, и там подарили довольно много подарков, о которых я вам не рассказывала. В том числе мне подарили целых пять вот таких вот палеток-четверок. Они просто потрясающего качества. Обожаю каждую из них. Единственное, вот эта палетка немножечко подкачалась пигментацией, а так они просто великолепные, они очень мягкие, хорошо тушуются, у них потрясающие оттенки, которые очень хорошо передаются на века. Пигментация просто зашкаливает, и если такие оттенки наносить влажной кистью, то они становятся такие более металлические. У матовых оттенков качество похуже, но все равно не самое худшее. В эту палетку я просто влюбилась. Кстати, сейчас это, наверное, самые трендовые цвета этой осени. Это такая уже более нюдовая, носибельная. Очень мне нравится вот этот оттенок розовое золото. Безумной красоты тени. У меня довольно много серий помад, в которых есть почти вся линейка. Хотела бы вас спросить, интересно ли вам будет, если я создам отдельный плейлист под swatch помад на губах и показываю бы их вам линейками. Отпишитесь, пожалуйста, внизу, что вы об этом думаете. Также вот на мероприятиях мне подарили вот такую линейку от NYX. NYX Liquid Sweet. И вот в этом оттенке я уже показывалась вам в Инстаграм. Естественно, я в него влюблена. Он очень интересный, но не каждая осмелится его носить, потому что он такой, ну прям очень смелый, сиреневый. Но мне кажется, что он мне очень идет. И уже несколько раз я его носила. Он очень комфортный на губах. И вот дальше у меня вот такой вот оранжевый цвет фуксии. Они очень яркие и пигментированные. Розовый. Один из самых более-менее спокойных, но на камере он выглядит более ярким. Дальше вот такой вот, наверное, самый носибельный из тех, что у меня есть. Очень красивый цвет. Особенно на осень. Бордо. Также очень интересный оттенок. Такой вот серый графитовый. Также у меня появилось очень много таких вот цветных тушей. Видите, они даже еще упакованы. Это туши от Be You. Фиолетовая, зеленая и синяя. И также вот такие цветные от Ифраше. Коричневая. Коричневая, синяя и стандартная черная. Это новинки этой осени. Их я еще не тестировала. Они мне вообще пришли только вчера. Поэтому их я вообще еще не пробовала. Также от Ифраше. Осенняя новинка. Это вот такой вот карандаш тени. В очень интересном, таком коричнево-красном оттенке. Очень хорошо он растушевывается. Но пробовала, естественно, только на руке пока что. Они хорошо тушуются. Потом застывают. И довольно стойкие. Но пока пробовала только на руке. Хочу попробовать на глазах. И потом вам про них расскажу. Вообще, мне в последнее время нравятся такие оттенки на глазах. Дальше у меня от Ифраше появились вот такие вот четыре помады бальзамы. Честно говоря, оттенки очень похожи. Они полупрозрачные. Я вам могу их посоветовать, если вы любите цветные бальзамы. Потому что они очень хорошо увлажняют губки. Но они такие полупрозрачные. Я сейчас специально делаю более плотный слой, чтобы хоть какой-то оттенок вам показать. У них приятный такой карамельный аромат. Вот эти два оттенка вообще очень похожи. Это 101-41 и 150-94. И также очень интересный оттенок 09-437. Он дает больше такой золотой шиммер только на губах. Очень хорошо. Помады хорошо ложатся на губы. Их увлажняет. Так что любительницам таких вот полупрозрачных бальзамистых помадок советую очень на них обратить внимание. Потому что они действительно очень хорошего качества. Хорошо дают хорошее увлажнение. Также из новинок, о которых в принципе уже были видео. Это BB Cream Nude. Я вам уже во многих фаворитах рассказывала про него. Это один из моих любимейших тональных кремов. Также как и CC Cream. Оба от Herborean. Вот это два моих просто мастхева. Недавно мне и Herborean прислали огромную посылочку. За что им огромное спасибо. И думаю в ближайшее время я прям о многом вам расскажу. Потому что есть очень достойные продукты, которые мне понравились. И что-то мне не подошло и не понравилось. Также у меня появился вот такой вот BB Eye. Честно говоря, я сильно большая разница между вот этими двумя не увидела. И в принципе если у вас есть вот такой вот тональный крем, то скорее всего вот этот вот консилер вам не понадобится. Потому что, ну, они действительно очень похожи и по оттенку, и по текстуре. Вы можете видеть, что оттенки у них приблизительно одинаковые. То есть очень сложно найти между ними разницу. И по текстуре они одинаковые. Разве что консилер более такой кремовый. Но разница не столь существенная. Вы видите, что, ну, вообще на самом деле такое ощущение, что вы разносите один и тот же продукт. Так что между ними разницы я абсолютно никакой не вижу. И два продукта не имеет смысла иметь. Также от Arborian у меня появился вот такой вот кушон. Честно говоря, его я еще не тестировала, не пробовала. У меня еще стоит закрытый. Потому что у меня также еще два кушона в моем пользовании. Это вот Lancome, который уже там остатки соскребаю. И вот такой вот новенький от Ifroche. Довольно неплохой. Он очень сильно увлажняющий. Да, вот видите, он у меня в пользовании. Извиняюсь. Да, он у меня грязненький. Он сильно увлажняющий. И я, честно, его совершенно бы не советовала для девочек именно с жирной кожей. Потому что он у вас просто поплывет и не будет держаться. Но для девочек с сухой кожей прям то, что нужно. Он дает прям, знаете, такое отличное увлажнение и сияние. Но покрытия от него какого-то плотного не ждите. Он прям, знаете, такой очень легкий-легкий. По консилерам. Очень мне понравился вот этот вот HD консилер от NYX. Прям влюблена в него. Потому что даже такие неровные неровности он, знаете, как будто сглаживает. И на фото, на вот так вот в жизни кажется, что у вас ровная текстура кожи. Обожаю его. Он мне прям понравился. Он довольно такой плотный. Также из консилеров у меня появилась вот такая вот баночка. Также от NYX. Его еще тоже пока не тестировала. Видите, он у меня еще запакованный. До него руки пока не дошли. Также не удалось мне потестировать еще вот этот вот устойчивый с блюр-эффектом от Lumine Tone. Он мне просто-напросто очень-очень светлый. Поэтому, думаю, зимы дождусь и уже его попробую. Видите? Потом расскажу. Также то, что мне пришло и слишком светлое. Это Bourjois City Radiance в оттенке 02 ванила. У меня также еще был 01. Оба они мне слишком светлые. Мне, я смотрела, специально ходила в магазин. Мне нужна пятерка под мой цвет кожи. Так что имейте в виду, что для белоснежек вот этот вот тон очень подойдет. Попробовала, наконец-то, вот этот вот легендарный просто CC-крем от Lumine. Мне кажется, каждый блогер его уже пробовал и хвалил. Мне он подошел. Мне он понравился. Он дает, знаете, очень красивое такое свечение. Кожа с ним очень холеная. И, знаете, мне кажется, что вы нанесли какой-то именно бюджетный тон. Кажется, что вы носите какую-то люксую тональную основу. Мне понравился. Действительно дает хорошее покрытие. Такое среднее. И можно наслоить, в принципе, до плотного. Хороший тональный крем. Если кто-то еще вдруг не пробовал, советую попробовать. Очень классный. Также из тональных основ у меня появилась вот такая вот новенькая от Catrice. Она только недавно вышла. 24 часа стойкость. Она действительно очень стойкая. У меня в оттенке 020 Rose Beige. К сожалению, он мне также светлова. Но я его уже тестировала, пробовала. Мне было интересно. Кстати, он довольно неплохо подстраивается под тон кожи. В принципе, вот я его сейчас разношу. И вы его не видите. Но на лице его видно. Знаете, он дает какой-то такой сероватый под тон. И у вас кожа становится более серая. Не знаю, это очень сложно описать. Я дам ему еще шанс. Пока. У меня о нем какое-то очень неоднозначное мнение. С одной стороны понравился. С другой стороны вообще полнейший ужас. В общем, буду еще пробовать. Кстати, наносила я его вчера при помощи вот этой вот новенькой кисточки от Real Techniques. Давно не использовала вот такие кисти. И вспомнила почему. Они дико полосят. Это не исключение. Но в принципе, потом я растушевала кое-как ей продукт. Но все равно. По форме она очень удобная. Удобно ей наносить тональные основы. Но в целом, честно, вот не мой формат кисти. Не люблю такие вот, знаете, как я их называю? Малярные. В общем, не люблю их. Мне не нравится. Из того еще, что понравилось. Это были вот такие румяна от NYX. У меня целых три оттенка. Вот такой ярко-оранжевый. Наверное, самый спорный из этих трех. Дальше вот такие розовенькие. Они очень яркие. Но они хорошо тушуются. Поэтому не бойтесь их. И самый такой носибельный оттенок. И самый больше всего мне понравившийся. Это вот такой вот припыленная роза. Безумной просто красоты продукт. То первое время вообще не хотелось его хоть как-то тыкать, использовать. Потому что нож очень он красив. Вот такой вот оттенок. Это припыленная роза. Вот такой розовенький. Но его вы можете растушевать. Естественно, я нанесла очень много. Но суть в том, что его нужно прям вот совсем чуть-чуть. Следовательно, он будет очень экономичный. И получится, знаете, такой именно морозный румянец с этими. И также вот такой вот оранжевый. Вот он уже более светлый, чем кажется в баночке. Но тем не менее, они тоже довольно яркие. С такими пигментированными румяными. Конечно, нужно поосторожнее. Самый носибельный из них. Это, конечно же, вот этот вот оттенок Mauve. Но румяна мне безумно понравились тем, что они очень стойкие. Продержались у меня весь день. И выглядят просто безупречно на щечках. Ну вот прям действительно люксовый продукт в баночке. Обожаю их. Прям супер крутые. Из того, во что я также влюбилась, это вот такие вот помадки от NYX. Да, NYX у меня было очень много. Опять-таки скажу, потому что дарили очень много подарков. Поэтому NYX у меня так много. Мой любимый оттенок это вот этот вот 0,3. Называется Kiss the Dust. Такой серо-коричневый оттенок. Они матовые, они стойкие. Но наносятся они как увлажняющий бальзам. Вот честно говоря, вот как будто маслом по губам вводишь. Потрясающий просто продукт. Совершенно не сушит губы. Настя сказала, что ей они даже увлажняют. Поэтому просто потрясающие оттенки. Но вот на этой крышечке они кажутся светлее, чем на самом деле. Это у меня номер 11. Оттенок Louded. И такой прям красный-красный. Даже я бы сказала красно-коричневый. Номер 12. Под названием Sandman. Просто великолепные помады. Это, кстати, новинка у NYX. Девочки, вот их я прям настоятельно рекомендую попробовать. Потому что это просто потрясающие модные оттенки. Они действительно очень комфортные на губах. Никакой мак рядом с ними просто рядом не стоял. Потому что мак очень тяжело наносится на губы. Они очень сухие. С ними действительно тяжело работать. Эти же, ну вот прям в одно касание наносятся плотным слоем. То есть они не полосят никак. В общем, потрясающие просто помадки. Очень их вам прям рекомендую. Из тех, что могу также вам порекомендовать, это вот такие вот новые оттенки в серии Matte Me Uslic. Оттенки, ну, просто потрясающие. Особенно вот этот просто влюбил меня в себя. Это оттенок Shabby Cheek. Такой модно-фиолетово-какой-то сероватый лиловый нюд. Безумно красиво смотрится на губках. Также Old Hollywood. Также в этом сезоне модный. Но вот он уже более проблематичный. Видите, он слегка все-таки полосит и может нанестить неровно. Но эти помады действительно очень стойкие. Безумно красивые оттенки. Я в них также влюблена. Что мне совершенно не понравилось, это вот такой вот стик матовый от Catrice. Он совершенно не матовый, знаете, скорее такой вельветовый остается после того, как застывает. Совершенно не стойкий. То есть это такой матовый бальзамчик на губы. То есть не такой глянцевый, я бы даже сказала, не то, что матовый, а не глянцевый. Вот на камере он выглядит более матовым, чем на самом деле. Если вот эти вот помады от Slic не отпечатываются, когда застынут, то этот оставит у вас следы просто везде. Но и такой формат, если честно, мне очень неудобно наносить. Но если вы любите такие карандаши выдвигающиеся, то можете присмотреть тоже новая коллекция от Catrice. Также из того, что хотела бы отметить, это вот такие вот карандашики от Ifroche, которые потрясающе просто держатся. Имеют очень такую обширную, красивую линейку оттенков. К сожалению, я смогла найти только вот этот вот зелененький. Очень они такие кремовые по нанесению. Довольно стойкие. Не могу сказать, что это прям самый стойкий продукт, который я только пробовала. Но, тем не менее, у него достойная стойкость. За свои деньги просто великолепные карандаши. Но хотела поругать вот такие вот карандаши от Rimmel. Совершенно на мне не держатся. Но красивые оттенки. Вот этот вот оттенок зелененький. Он суховат. Как-то проплешинами наносится. Не знаю. В общем, вот эти карандаши от Rimmel совершенно на мне никак не держатся. Как я их не пробовала. В общем, это вот разочарование мое. Но вот эти подводки от NYX цветные. Мой самый любимый формат подводок это гелевые. Но вот эти жидкие. Просто что-то волшебное. Во-первых, у них очень удобная тоненькая кисть. Ей удобно, в принципе, рисовать. Как тонкие, так и толстые линии. Она очень пигментированная и стойкая. Она застывает и становится матовой. То есть, даже эта подводка именно... Она очень пигментированная. Оттенки просто какие-то великолепные. Также я хочу из этой серии такой желтый ярко. И вот это моя любовь. Их я носила в тандеме с жидкой помадой. Они примерно одного оттенка. Просто потрясающие оттенки. Очень красиво смотрятся. Я в последнее время полюбила цветные подводки. Вот эти вот прям суперкрутые. Если вы хотите какие-то... Также у меня примерно одного оттенка. Довольно много мат. И вот карандашей от Диваш. Вот от Катриса новый блеск. Такой вот вышел. Все они примерно одного оттенка. И могу выделить, наверное, вот эти два. Это Римель и Нуба Милибачи. Милибачи у меня в сороковом оттенке. Стойкая помада. Может подсушить губы. Но оттенок очень красивый. И вот эта увлажняющая помадка от Римель в номере 700. Это мой любимый нюд на каждый день. Она очень увлажняющая. У нее красивый, правильный такой нюдовый оттенок, который подходит именно холодным девочкам. Также у меня появилась вот такая вот матовая помада от Диваш. Совершенно не стойкая. И больше всего по нанесению она такая, знаете, кажется муссовой. Напоминает Soft Matte Lip Cream. И если вы фанат именно таких помад, то это вам совершенно не стойкая. Фангубы она не пересушит. В общем, если вы любите, главное, чтобы был матовый финиш, но не сушил губы. И в принципе стойкость вам не важна. Ну где-то может 3 часа она, наверное, выдержит. Дальше она уже 100% съестся. И также у меня вот в таком же примерно оттенке. Это 040 Rosy Voice. Это блеск от Patrice. Очень даже достойный блеск. Дает приятное увлажнение. Но он липкий, сразу предупреждаю. Кстати, такого же примерно оттенка у меня вот такие румято от Alvendor. Совершенно мне не понравились. Какие-то они дико сухие. Довольно плохо тушуются. Плохо открывается упаковка, когда вы можете просто все ногти поломать. Они очень сухие. Плохо набираются на кисть. Такие, знаете, прям совсем-совсем легкие. И растушевываются. Не сказать, что прям хорошо. В общем, не знаю. Не понравились мне совершенно эти румяна. Даже на них непонятно, где оттенок написан. Но оттенок, в принципе, красивый. Но вот честно могу сказать, что совершенно не стоит вашего внимания. Вот этот вот бронзер Sun Club от Catrice. Безумно мне понравился. Он настолько мягкий. Просто вот знаете, если вот это вот поменять упаковку и переложить там в Dior, я вот честно, я не отличу. Мне будет казаться, что это Dior. Единственное, что когда будете наносить, вот растушевывается он довольно плохо. Не совсем, не сказать, что прям сильно плохо, но, в принципе, и можно наставить пятен. Очень красивый такой, знаете, загарный оттенок. Текстура, ну, просто наиприятнейшая. Если вы хорошо загорелы, то, в принципе, и можно и проскульптурироваться. Потому что, знаете, это такой не рыжий бронзер, а серовато какой-то такой. Серовато немножечко. То есть, в принципе, проскульптурироваться и можно. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всех я вас обнимаю, целую. И после дачи всегда будет с вами. Пока-пока!